В Чувашском государственном педагогическом университете сегодня обнародовали итоги вахты памяти 2014. Напомним, бойцы поискового отряда в этом году работали в Кировском районе Ленинградской области. По их отзывам, эта экспедиция была самой результативной за всю историю отряда. За две недели из кировских болот подняли останки 11 бойцов Красной Армии. Возможно, удастся установить имена некоторых из них. Найденный очень редкий пистолет системы Коровина, который выдавался только командному составу. Медальон с запиской и портмоне с комсомольским билетом. Прочитать документы пытаются сейчас в экспертно-криминалистическом центре МВД. А вот поиск по фамилиям на личных вещах уже принес результаты. На одном из котелков были выбиты фамилии с инициалами бойцов – Шехерева и Исакова. Согласно архивным данным, Михаил Федорович Шехерев был сержантом, командиром отделения десантников 73-й отдельной морской стрелковой бригады, 1922 года рождения, уроженец Кировской области. Михаил Павлович Исаков – старший сержант, старший электрик взвода специальных работ роты технического обеспечения 220-й отдельной танковой бригады. 1916 года рождения, уроженец Челябинской области. Оба воевали в районе Гайтлова-Синявина в 1942-1943 годах. Интересно, что оба прошли войну, вернулись домой. Котелок, вероятно, был в спешке оставлен во время отступления. То есть вот такой редкий случай, когда, может быть, они даже живы, им еще можно вернуть этот котелок. Остальные трофеи еще предстоит изучить. Собственно, поиск только начинается. Но главный результат уже получен. Будущие педагоги, придя в школы, смогут очень убедительно объяснить детям, почему так важно знать историю и уважать наше прошлое. А еще рассказать, как дорого ценится Ленинградская земля. Этот мешочек специально везли в Чебоксары по просьбе Валентины Васильевой, старший брат которой погиб, защищая город на Неве. Землю, я сказала, что-нибудь привезти. Моя мама все время говорила, жила, когда жива была. Валя, пожалуйста, привези эту землю с его могилы и говорит, похорони рядом со мной. Вот так я не исполнила ее просьбу, а вот Бог мне помог. Вот я услышала по радио и решила вот все найти. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.